Когда в клинику обратился маленький пациент с травмой зуба, на тот момент ему было 5 лет. И после обследования мы выявили, что отсутствует постоянный центральный зуб. На момент обращения уже прошло более 24 часов после травмы. Пациент консультировался в нескольких клиниках, ему было предложено несколько вариантов. Один из них это сделать временную пластинку, которая восстанавливала этот дефект, но пациенту пришлось бы пользоваться этой временной пластинкой до момента имплантации. Это порядка 18-20 лет. Также был предложен вариант ничего не делать и оставить в таком состоянии данную ситуацию. Наш план лечения для этого пациента заключался в том, что мы предложили пересадку временного молочного клыка на место центрального постоянного зуба, чтобы восстановить корень зуба. И в дальнейшем мы можем нарастить этот корень за счёт композитной реставрации и получить правильную анатомическую форму и восстановить утраченный зуб. А это ситуация через 2 недели после трансплантации зуба. Мы с вами видим пересаженный зуб на месте центрального постоянного зуба. В такой ситуации уже можно переходить к врачу-терапевту для того, чтобы восстановить форму коронки, похожую на соседний зуб. Ситуация через год после восстановления зуба. Мы видим, что никаких воспалительных признаков здесь нет. Соседние зубы повязаются, собственно, в том порядке, который необходим. На рентгене, который сделан через год после нашей манипуляции, мы видим полное заживление тканей и интеграцию зуба. Пациент пользуется данной реставрацией как своим собственным зубом.